здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а сегодня меня попросили поговорить про артериальное давление именно сейчас я буду касаться высокого давления поэтому у кого гипотония низкое давление тем может быть даже это будет не очень интересно но все равно на всякий случай я хочу чтобы вы знали низкое давление она до определенного возраста но допустим там до 30 очень часто после 30 наблюдается все-таки периодически скачки давления поэтому лучше остаться и даже если не ради себя но чтоб уметь помочь ближнему своему узнать эту информацию нормализовать артериальное давление и предотвратить образование тромбов а это очень важно и атеросклеротических бляшек помогает вот такой привычный для всех продукт чесночок чеснок сейчас в интернете много пишут о вреде чеснока но нам понятно кто это пишет и с какой целью ведь не пишут о вреде антибиотиков заметьте заметьте что никакую пропаганду о вреде антибиотиков не ведут почему не предупреждают людей что антибиотик разрушает все органы действуют абсолютно на все системы молчок но зато про хурму про чеснок про гранат тут вот пишет выбрасывайте всю эту информацию умеете фильтровать и оставляйте только то что действительно вы понимаете помогает а помогает то что богом уже придумано для нас а не то что люди сами с помощью химии изобрели и результат результат на лицо у нас почти в каждой семье раковый больной вот результат людей которые просто привыкли к таблеточки выпью таблетку и все пройдет а здесь здесь же надо постараться здесь надо приготовить лекарства здесь надо на постоянной основе курсом пить то или иное лекарство которое не то что лекарство а природное природный фрукт или овощ или может быть какие-то крупы но на постоянной основе делать то что для вас полезно и так в отличие от других популярных народных средств для нормализации давления именно вот чеснок не влияет на уровень вредного холестерина в крови но способен предотвратить его окисление под воздействием свободных радикалов именно продукты окислительной деградации липидов имеют свойство откладываться на стенках сосудов провоцируя образование атеросклеротических бляшек другие полезные свойства чеснока благодаря которым он является отличной профилактикой сердечных заболеваний и гипертонии это способность разжижать кровь и стимулировать процессы растворения кровяных сгустков чеснок обладает противовоспалительными свойствами и препятствует слепанию кровяных телец и образованию тромбов у меня есть очень хорошее видео в прошлом году я делала потому что обычно я делаю чесночную пасту сейчас у меня уже она есть к сожалению я не включала камеру когда ее делаю чтобы не повторяться у меня есть это чесночная паста чеснок перетираю с медом вот изумительная вещь и употребляю понемножечку таким образом у меня не происходит слепания кровяных телец и не образуются тромбы посмотрите найдите это видео если я найду я внизу сделаю ссылочку но на это время уйдет чеснок следует употреблять конечно же с осторожностью если вы принимаете лекарства влияющие на свертываемость крови тут посоветуйтесь врачом я не рассказываю тем людям которые сидят на химикатах на химических препаратах все что я говорю это касается людей которые стараются он придерживаться здорового образа жизни и не сидят на таблетках я не говорю о наркоманах а наркозависимых это я считаю что люди которые постоянно на гормонах их присадили в свое время врачи и они на гормональных или еще и они им внушили что без них они просто жить не смогут я не об этом вы уже живите как жили я не знаю ваш организм я говорю про свой организм я говорю то что помогает мне избегать тромба поэтому кому не нужно не употребляйте я употребляю соду так мне пишут сколько что я постоянно говорю что я употребляю где-то примерно одну четвертую часть чайной ложки соды на стакан кипятка еще я люблю добавлять дополнительно ну например лимончик сока лимона или лайма и так далее то я люблю так нет на голодный желудок мне а вот сколько а что уже столько у меня видео на эту тему посмотрите и увидите и так поэтому по чесноку та же самая история то что подходит мне может быть не подходит вам но я делюсь тем что подходит мне я каждый год делаю пасту перетираю чеснок прямо в ступке перетираю можно сделать это в блендере но я люблю в ступке с медом и принимаю вот как лекарство рассасываем а если у вас нет то смотрите потому что влияет влияет на свертываемость крови сочетание с антикоагулятантами и анти агрегатными препаратами чеснок может спровоцировать кровотечение поэтому перед тем как использовать его для лечения повышенного давления обязательно проконсультироваться с врачом а то сидит человек на таких препаратах столько лекарства употребляет от давления а потом бац чеснок и может быть что-то спровоцирует себя откуда я знаю если человек питается и химией только химией то может быть его организм неадекватно прореагирует на природные фрукты овощи понимаете если человек всю жизнь на синтетике если он годами принимает синтетические препараты то здесь здоровый образ жизни может не помочь и здоровые продукты я не знаю но по крайней мере вот нужно обратиться к врачу который присадил человека будьте осторожны чеснок для меня это стимулятор питания сердечной мышцы он нормализует движение крови в коронарных сосудах и замедляет развитие атеросклероза об этом написал подробно в своей книге профессор иван палыч не умывакин а я всегда учусь у него именно он мой самый главный учитель все книжки у меня его есть и поэтому вот я использую чеснок в своей жизни я питаю сердечную мышцу я нормализую движение крови в коронарных сосудах и я замедляю развитие атеросклероза вот это позволит избежать таких осложнений как перемежающаяся хромота и нарушение мозгового кровообращения при регулярном употреблении чеснока артериальное давление снижается в среднем на семь восемь процентов что доказывает его большую эффективность в сравнении с другими народными средствами от давления например есть еще такие средства можете записать от давления это пустырник и боярышник но это если не слишком высокое давление ну а вообще у людей у которых наблюдаются повыши повышенное давление чай с пустырником и с боярышником всегда должен быть на столе и никогда не проходите мимо прилавка с чесноком головка 2 2 головки 3 головки чесночка у вас должны быть ну вот это главная информация и конечно же универсальный рецепт берем два зубчика чеснока нарезаем тонкими пластинками и настаиваем в стакане воды просто воды кипяченой воды 10 12 часов а вы скажете сколько где-то стакан 2 зубчика на стакан и утром чесночный настой выпиваем и оставляем свеже нарезанный чеснок до вечера и курс лечения составляет месяц в течение которого нужно выпивать по стакану чесночной воды утром и вечером ежедневно вот такой вот простенький рецепт второй это вот паста перетираем сильно сильно так мелко прямо в кашицу берем 2 2 2 зубчика чеснока перетираем с медом меда должно быть ну примерно чайная ложечка все и на кончике уже чайной ложечки но как на кончике ножа вот такая вот как с горошину под язык кладем и рассасываем это можно делать утром днем и вечером натощак все очень простые рецепт очень и знаю рецепты для нормализации давления и также понижение давления но это я расскажу как-нибудь в другом видео сейчас вот самый простой самое простейшее что можно и как хорошо можно помочь себе самим но одно но все это нужно делать регулярно не спонтанно ой вот я сейчас услышала куплю и буду нет а на календаре отмечаете один день второй день 3 4 10 дней как минимум 10 дней самое благоприятное время это осень и зима весной тоже можно лето не обязательно лето много фруктов вы можете другие способы использовать у меня много рецептов на лето а вот именно сейчас зимнее время это супер средство я люблю вас будьте благословенны вы ваши близкие будьте здоровы старайтесь избегать химии химия мощно разрушает печень и попадая в кровь начинает мутировать и превращать вашу кровь просто в гадость просто в гадость которая кормит весь организм не забывайте что кровь это самое главное питательная среда всех органов мы живем благодаря крови пейте чистую воду как можно больше два литра три литра как можно больше чистой воды избегайте воды из под крана ведь туда могут вам добавить все что угодно все что угодно для того чтобы вы работали на аптеку я люблю вас пока пока